Ну раз на суше ты меня не догнал, на воде и подавно не сумеешь. Ну давай, давай, чего ты стоишь? Догоняй меня! А-а-а! Боже мой! Как это прикольно! Пошли поздравлять Брэндона. Он уже поди с ума сошел ждать нас. А ну-ка. А? Чёрт, идут уже. Ха-ха-ха, что? Ха-ха-ха-ха! Ой-ой-ой, меня куда-то пригласили, наконец-то! Неужели покинуть общежитие более чем реально? А ещё сегодня вечеринка Брэндона, надо успеть. Поэтому всем привет, дорогие и друзьям, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! И снова всем привет, дорогие и друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Сезон, в котором мы наконец-то продвинулись в общении. Да-да, новый уровень знакомства с Диланом, Карлом, Дженой и даже Брэндоном. А ещё Шэрон, которая в моменте успела пожаловаться на то, что ей скучно в общежитии. Хм, хочу ли я сказать ей то же самое? Мм, возможно. Но, но, видимо, уже сегодня общажная скука начнёт развеиваться! Развеиваться за счёт поездки и за счёт вечеринки. Да, друзья, на время нас пригласили выбраться из общежития, а также потом сходить на день рождения Брэндона. Да, если что, это уже всё сегодня. И время 7.19. Признаюсь честно, до этой серии я немного побегал и заметил это! Куда-то пропали постаматы. Постаматы перенесены внутрь во избежание... Во избежание... Чего? Во избежание чего? Так, ладно, постаматы получаются здесь. Блин, но зайти-то я при этом не могу! Ларёк открывается во сколько? В 9.00? Мм, да, не повезло. Но, есть ещё кое-что. До этой серии я заметил то, что у меня оказывается 6 очков умений, которые пора бы на что-то потратить. Созвездие Трудяги. Все создаваемые вами удочки эффективнее на 100%. Ммм, ну давай. Удочка рано или поздно понадобится. Затраты опыта на починку снаряжения снижены на 25. Любая созданная вами броня защищает на 10% лучше. Типа, например, даже вот это. Любое оружие ближнего боя, созданное вами, наносит на 10% больше урона. Это всё интересно, но, наверное, созвездие Война покруче. Напомню, что я очень хочу прокачать триумф. Убийство восстанавливает шкалу выносливости на 5 единиц. Получается, надо прокачать вот этот маршрут. Варвар. Слабое место. Броня ничего не весит. И всё. Всего лишь один поинт остался. Всего лишь один. Ах, как же я хочу это прокачать. Так, всем при... Смотри, пришёл. Что? Погляди-ка, явился. Не понял? Ребят, всё нормально? В общем, эй, Лолошка, подойди сюда. Мы тебя тут ждали и... А где черти носят в такую рань, а? А-а-а-а... Я только сейчас понял. Мы Брэндона должны с днём рождения позд... Это... Это подарок, да? Блин, ребят, сори, сори. У меня там это... Э-э... Постоматы... А, ладно, не оправдывайся. Мне всё равно. Хе-хе-хе-хе. Пошли поздравлять Брэндона. Он уже, поди с ума, сошёл ждать нас. Э-э? Ждать? А чё ты рожу-то скорчил? Будто Брэндона не знаешь. Он к этому времени по-любому уже час как суету наводит. Щас увидишь. А ну-ка. Да... Что? О, господи. Он реально делает вид, что спит. Они слишком хорошо его знают. Так-так, Дилан, да? Стоп-стоп. Ну, по идее, вот в этой синей коробочке духи, насколько я помню. Хе-хе. Брэндон. Ой. Хе-хе. Хе-хе. Спалили. Ой, что... Что такое? Ах, друзья, друзья! А я и не заметил, как вы пришли. Кстати, вы вообще... Вот, кстати, только проснулся. Ну, ладно, ладно, давайте. Принимаю поздравления. Хе-хе-хе. Какие поздравления-то? А, то есть ты... Ну, мы просто зашли замерить комнату для Митчелла. Он хочет сюда поставить новый шкаф. А? Какой еще шкаф, а? Слушай, Лолошка, возьми это. Что? Так, слушайте, если что-то надо передвинуть, то я же могу помочь. Я брат... Да ладно тебе, не волнуйся. Дилан просто шутит. Мы правда пришли тебя поздравить, Брэндон. Дружище, с днем рождения! О-о-о, да иди сюда! Как легко обмануть Брэндона, а? Туповатый. А-а-а, то есть я имею в виду. Ну, здорово, бро. Вот ты и стал на год ближе к вечной отключке. Да, я... Чё? Да, пофигу. Ну, пусти. Ты еще задушишь же. А то! Ты б так не говорил, кстати, если б со мной в качелочку ходил. Ну-ну, это чё за проявление поэтических навыков такое? Э-э-э, слушай, Брэндон, мы с тобой знакомы совсем немного, и... О, господи, у меня выбор! Ш-что? Подожди, закрыто! Необходим десятый уровень навыка ловкость рук. Что? Что? Это бред какой-то! Я не мог это прокачать никоим образом! Ой, тут еще и украсть подарок написано. Не-не, я не верю в то, что этот вариант вообще можно было открыть. Не верю. Пока что это скорее подготовка нас к тому, что такое будет. Так, короче, мы знакомы немного, а я уже потратил на тебя свои честным трудом заработанные деньги. Но я уже очень хочу составить тебе компанию в зале, отдать подарок. Ммм... Ну да, вот, забирай. О, ложка! О, господи, Брэндон! Ха-ха-ха! Плюс пять с Брэндоном. А ну-ка, чё тут у нас? О-о-о-о! О, идиот, стой! Поверни флакон на себя! Что? А, он не туда пшикал? Ладно. Какой же... Вот! Ну, короче, мы скидывались на твой подарок втроем. Ты теперь каждому из нас обязан приятно пахнуть. Не вонять потом. Да, что? А, ладно, не важно. Ох, друганы, друганы... Так, отсюда. Ну-о-о-о! Ну-о-о! Ну всё! Ха-ха! Теперь все цыпочки точно мои! О, господи... О-о-о! Да уж, Брэндон точно будет отмечать, как подавает! Ха-ха! Да, понятно. Ну, я так не могу. А... Ну, а вообще-то, впрочем же, ничего необычного, разве нет? Угу, ну, типа. Ладно, в общем, Лолошка, я тебе говорю, в 17.00 мы встречаемся в общей зоне, на первом этаже. Будет довольно много людей. И вот именно этого я боюсь больше всего. Та, ладно, я у себя. А, всё? В 17.00? Эй, эй, Дилан, стой! М? Чего? Ага, теперь они о чём-то разговаривают. А я, конечно же, узнать не могу. Так, получается, с Брэндоном мы тоже поговорить не можем, потому что... А, стоп! Брэндон не здесь? А где Брэндон? Так, Карл поливает цветочки. Хорош! Дилан уже снова сел играть. Ну, короче говоря, молодцы! Скинулись, подарили, плюс 5 отношений заработали. Короче, как говорится, сами себя не разочаровали. Ну-ка, давай на всякий случай проверим, что у нас здесь. О, что? Я могу Шерон написать? Привет, вечеринка начнётся в 17.00. Приходи к мужскому общежитию. А-а-а, так мы же, кстати, её позвали на эту вечеринку, точно! Да, да, давай, приходи, получается. О, ты наконец написал привет! Хорошо, спасибо за информацию. Пожалуйста, пожалуйста. В самом начале серии я упомянул постаматы, которые открываются в 9.00. Но! Я не упомянул кое-чего важного. Задание художественная школа. Это то самое задание, где необходимо доставить 54 холста. А холст это солома, которая добывается при помощи ножа. Ножа из мода Фермерс Делайт. Во, нашёл кремниевый, железный, алмазный. Всё это я не могу создать, потому что требуется ремесло 10, 25, 45, кроме золотого. Тут ничего не надо. А так как с предыдущей серии у меня появилась железная кирка, я тут подумал, а что мне теперь мешает просто взять и сделать? Вейпоинт шахта, освещение, спускаемся. И тадам, без проблем находим золото. Телепортируемся обратно. Идём к нашей бесконечной ферме топлива и пережариваем. А, так у меня оказывается золото уже было. Тогда нормально. Вообще, я конечно очень надеюсь, что я прав, и этот нож поможет. А, и кстати, он на добычу 2 зачарован, прикольно. Правда, с таким уроном это скорее рыбу добывать. Но неважно. Итак, а нож-то не ломается, погоди. А нож-то бесконечный? Йоу! Только погодите, а чё ничего не падает-то? Может быть пшеница нужна? Здравствуйте. Ну-ка. Чего? Так, правой кнопкой мыши на shift. Эээ, я не понял. А как? Как эта солома добывается? Сухое растительное волокно, используемое для создания предметов, получают путём срезания ножом травянистых культур и растений. Стоп. Филейный? Я не тот скрафтил. Я имбецил, господи. Сори, ребят, сори. Так, попытка номер 2, золотой нож и... Йоу! Охота и собирательство. Как же я надеюсь, что это то, что мне надо. Допустим, я сажаю семена пшеницы. Ох ты ж, ё-моё, ещё достижения. Поле чудес, благодарю. Далее, всё это быстро выращиваем. Как-никак, костная мука у меня присутствует. И после этого... Так, ещё раз. После этого я срезаю. Да, наконец-то! Всего лишь 3 серии я угрохал на то, чтобы это создать, и у меня получилось. Новые достижения, хватаясь за соломинку. Чисто теоретически, у меня сейчас куча костной муки, но... Нет, на 200 штуковин явно не хватит. Что? Чего? Джена? Джена, ты чё делаешь? Ой, прости. Я хотела тебя обнять по привычке, как со всеми друзьями делаю. Слушай, а тебя... Тебя же вообще можно обнимать? Да-да, в чём проблема. Только не как Брэндон, окей? О, тогда... Привет! Ой. Знаешь, есть у меня друзья, которые не любят обниматься. Да-да, прикинь, такие тоже существуют. Но я стараюсь быть хорошей подругой, и я уважаю личное пространство. О, кстати, а вот и автобус. Где? А, неправда. Ну ладно, за мной. Нам проехать всего пару остановок. Ладно. Погоди, а... А солома? А как же, чёрт возьми, солома? Видимо, без неё, да? Ладно. Так, а мы куда едем? Подожди, мы на байдарках кататься? Она говорила о том, что байдарки будут. Я это точно помню. Так, и она дала жёлтую монету. Жёлтая монета, то есть проезд 10 СТ. Ладно, у меня в целом есть такие деньги. Чё, мне нужно тоже заплатить? Ага. 20 СТ. Две монетки. Ой. Ну что, как себе наши леса? Ты же, судя по записям из Сайклрайза, да? Хе-хе-хе. Я знаю, там ведь почти нет лесов. Ой, кстати, почти приехали. А, остановите в Ривервилле. Пожалуйста. Ах, как же здесь хорошо. Это Ривервилль. Коттеджный посёлок у безымянной реки. Знакомься. Забавная история с этой рекой. Хе-хе-хе. По легенде, её столько раз переименовывали, что люди решили просто отказаться от названия. Представляешь? Эм, ты, кстати, как? Готов или нет? К чему? Да, наверное, готов. М-м-м. Ну тогда догоняй. Э, 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 стоп. Давай, догони меня. Ух, нифига себе. Погоди, так это реально коттеджный посёлок. Э, стой, Джена. А, я тебя не могу догнать, ты слишком быстрая. А, обалди... Здравствуйте. Студенты? Ага. Так. Так, Джена, пожалуйста, не торопись. Не торопись. Река. Первый раз мы куда-то уехали. Первый раз мы не в общежитии. Боже мой. Хе-хе-хе. Ха! Ох, ну раз на суше ты меня не догнал, на воде и подавно не сумеешь. Ой. Ой. Ладно, выбирай любую. Их можно брать бесплатно, если что. Что? А, байдарку. Ух ты. Так, а рюкзак у тебя не своруют? Не, нормально. Ну давай, давай, чего ты стоишь? Догоняй меня. А-а-а! Боже мой! Как это прикольно! Это очень прикольно! Так, слушайте, вот такое знакомство с персонажами, это реально топ уровень. Когда, по сути, персонаж не рассказывает о себе, а дает понять, что он любит действиями. Вот именно действиями и местами, в которых появляется. О-о-о, а какой вид! Ты просто погляди на это! Ну а че тебе догнать-то? Это же проще простого! Слабенькие ручки, да, Джена? Хм-хм-хм-хм. Я даже не стараюсь. О, деревня. Как я понял, находимся мы недалеко от общежития, потому что она сказала две автобусные остановки, да? Короче, сам факт, что это не так уж и далеко. Если что, можно будет досюда доехать, добежать, телепортироваться на крайняк. Но телепортироваться, само собой, мы не будем. Все, все. Слушай, стой, стой. Давай, давай не будем грести дальше. Ой, давай немного подрейфуем. Хе-хе-хе. А еще нам на вечеринку сегодня, ты же помнишь? Если уплывем далеко, то потом не меньше часа будем грести обратно. Хе-хе. Кстати, а ты молодец. Ловко с веслом управляешься. И... Я сказать хотела. Прости, что вчера так вышло. У бассейна. Ой. Кстати, подруга рассказала мне причину. Но уезжать все равно не передумала. Хм. Пытаюсь ей хоть как-то помочь. Представляешь, говорит, ее начали мучить какие-то кошмары. О, кошмары? Да. Хотя, кого не спроси, все общажные спят как младенцы. Я не исключение. Эх. Но она все равно уже все решила. Сегодня вот вещи собирает. Ой, кстати. Уже час дня, господи. Так. Эм. Давай, поплыли к пристани. У нее автобус в три. Мне надо успеть ее проводить. Ты уж прости. Поплыли, поплыли. О, окей. Так, ладно. Кошмары ее мучают. Слушай, это... Ой. Еще раз тебе огромное спасибо за прекрасную гонку. Ну давай, я побежала. Пока-пока. Увидимся. Да-давай пока. Подожди. Это очень хороший вкид. Твоя подруга мучается кошмарами, но при этом все здесь спят как убитые. Ладно, пока что просто учтем, есть какие-то кошмары. Всем привет. Дилан? Ты что тут делаешь? Просто сидишь, да? Просто сидит. Кто-нибудь еще? Карл? Никого. Брэндона тоже нет. И здесь пусто. Здесь сейчас самое главное то, что... Я могу прокачаться и... Э. Джена и... Девушка? А, погоди, стоп. А сколько времени-то? Ну-ка. Да-да-да, им же в 15 нужно было уезжать. То есть Джена ее провожает. А я могу, наверное, даже подойти. Может быть, типа сказать... Эээ, заочно знакомый, все дела. Или я ничего не могу. Да, они просто болтают. При этом я себя нажимаю, то ничего не происходит. Ну, понятно, да. Джена не наврала, как минимум. Так вот, самое главное то, что пока я был в этой поездке, мы заработали один поинт. Одно очко умений. И да, именно оно будет вставлено в триумф. Убийство восстанавливает шкалу выносливости. Только погоди, что у нас есть еще? Ярость. Каждая последующая атака по одной и той же цели увеличивает наносимый ей урон. Ааа, погоди. Так это, наверное, сейчас выгоднее, не? Давай тогда, наверное, сначала ярость, чтобы быстрее убивать. А потом уже триумф. Да, я думаю, то, что вот так. Прокачиваем, нормально. А еще нужно проверить, как это работает. Здрасте. Так, тасклины те самые. Я хочу, допустим, проверить золотой нож. Смотрите, написано полтора урона. Но, чем больше я буду бить одну и ту же... Будильник, будильник, будильник. Отстань, 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 отстань. Так вот, чем больше я буду... Бить одну и ту же цель, тем больше урона нанесу. Так, ладно, проверим кого-то более безобидного. Здрасте. Ой, ё-моё. Бизончик. Один. Один. Два. Два. Ооо, да-да-да, слушайте. То есть я бью одну и ту же цель, и постепенно урон увеличивается. И это обычным булыжником. А если я попробую то же самое, но, например, деревянным топором? Аааа! Сколько? Ааа... Мне показалось или вот там было 55? Ааа, у меня ещё критические атаки наносят вдвое больше урона. И также атаки топором имеют 10% шанса оглушить цель и отбросить её. Короче, мне лучше бегать с топором. Понял. Привет, корова. 10. Наверное, больше, чем хп я не могу нанести. Ну-ка. Тоже 10. У енота 28. Проверка. Сюда. Минус 21. Но самая лучшая проверка это голем. То есть я его несколько раз бью просто рукой. Да, вот так вот. На нём, по идее, копится эффект. Сейчас я уже по 3 наношу. Но! Потом я беру топор и... Хрясь! 18. А теперь то же самое, но с прыжка. Хрясь! 57. Короче, вернёмся к тому, от чего меня отвлекли. Солома! Наконец-то я могу тебя добыть и... Погоди, серьёзно? У меня выносливость не тратится? Аааа! А я-то думал, что я сейчас тут полчаса провожусь и у меня будет постоянно тратиться, я буду восполнять. А ну вон, а как! И мне даже за это ещё поинты дают! Спасибо! Как раз надо прокачаться, как раз этого поинта не хватало. Так, всё остальное выкидываем. И напоминаю, нам нужно 216 соломы. Ехала! И ещё плюс один поинт! Ай-яй-яй! Слушайте, добыча пшеницы, оказывается, это самое выгодное, что есть в прокачке. Потому что вот я накопил сколько соломы, ну-ка! 282! Так у меня ещё и такое поле осталось! Вот там можно добыть, вот здесь. Ладно, по идее мне нужно просто соединить и... Да, холст получен! Надо 54, а у меня целый стак. Так, а что это? Э? Здравствуйте! Студентка, которая пялится на мужской корпус. Всё нормально? Ну ладно, до свидания. Здравствуйте, ларёк! Здравствуйте, торговец! О, открывается хотя бы на этом, спасибо! Никого нет? Ладно, я тогда просто сдаю, хорошо? Постамат получения, постамат сдача. Так, ещё раз, подожди. Мне нужен постамат сдача или постамат получения? По идее получения, вот, забирайте. Я реально не помню, какого цвета он был. Я помню то, что я сдавал в левый постамат, и, по-моему, он был голубого цвета. Так что да, вроде как я всё правильно сделал. Проверяем смартфон, проверяем задание. И мы все вместе дружно понимаем то, что я дебил. Так, погоди-ка, отдайте мне холст обратно. Я не взял задание. Ева Би, 54 холста, принять. И всё, по идее теперь я могу. Ага, ага, спасибо. Новый смс. Кстати, а вообще смс-ки, они из себя что представляют? Пока что я вижу успешное выполнение заказа, заказ, задание принято, бла-бла-бла. Короче, ничего сверхъестественного нет, холсты кладём. И я очень надеюсь, что в течение дня они будут выполнены. Пожалуйста. Чего? О, я первый раз вижу, чтобы никого не было. Это как так? О! Что? Это чё тут? Йоу! Вечериночка! Ха-ха! О, Престон! Здравствуйте. Я давно хотел с вами познакомиться, не понимал, кто вы такой. Блин, поговорить при этом не могу. Персонаж загадка, прям смотри-ка. Карл с ним общается, а я при этом нет. А ещё я очень сильно хочу в туалет, погодите-ка. Данная проблема не терпит отлагательств. Вот так вот. Ой, хорошо. О, а ты ещё кто такая? Здрасте. Самое главное то, что люди прибывают, люди приходят, но ни с кем из них диалог завести не могу. Я думал то, что вечеринка будет где-то там, на улице. Ой, погоди, а это ещё что? Туалет? Тут проход есть всё это время. Ах! Я могу, оказывается, сюда ходить. Мне не обязательно каждый раз подниматься наверх. Окей. Вы кто? Ой, Престон. Шэрон! Ой, как много людей-то! Тут целая вечериночка уже. Ха-ха! А, поговорю с кем-нибудь. Здравствуйте. Так, здесь нет? Вечериночка у нашего бренди-то ништяк. Скажи, а? Да, да, очень хорошая. А ты чё-нибудь... Мне вообще всё нравится. Я даже бесплатно поел. Брэнди хороший. Мы ему гантели, кстати, подарили. Хе-хе-хе-хе. Которые у меня уже были давно, правда. Но я не пользовался ими. Не пользовался. А, ладно. А мы, кстати, хотели гантели подарить, но духи подарили. Брэндон со студенткой общается. Карл, привет. Ну, с Карлом... С Карлом всё понятно. Лапша, гамбургеры, коробки для пиццы. Как же хорошо, что большая вечеринка будет только завтра. Иначе бы этот самодовольный болван решил, что её закатили в честь его ДР. Хотя... Его вроде и это устраивает. Ну да. Вроде устраивает. Только особо ты не понял, что. Дилан? Ты сматываешься с вечеринки? Ты чё делаешь? Тут весело. Музыка качает. Вообще крут. Не? Ди... Хе-хе. Подожди, а тебя остановить, может быть, нельзя, да? Не, ну сделаем всё понятно. Он у нас интроверт. Он такой жёсткий интроверт-социопат. О, слушай, Брэндон-то кажется счастлив. Я рад, что мы не ошиблись с подарком, реально. И Дилан заказал неплохую еду. Хоть и жаловался, правда. Вкусно. На здоровье. Ой, в смысле, приятного аппетита. Так, Шэрон. О, а вот и ты. Слушай, а Брэндон это тот блондин? Я видела, как он пялился в окно женского общежития. Наверное, мне не стоит так говорить в его праздник, но... Но всё же, из-за таких выходок он для меня не самый приятный человек. Хм. Хм. Теперь мы больше знаем о Брэндоне. Ты очень любишь девушек. А ты-то в итоге кто такой? О, а ты ведь Лол-ложка, да? Шэрон мне про тебя рассказывала. Да. А меня Престон, кстати, зовут. Будем знакомы. Будем, будем. Дим, наконец-то я хотя бы узнал, как ты говоришь. Слушай, погоди-ка. О-хо-хо. О-хо-хо. А? О-хо-хо. Ты же та самая иностранная студенточка, да? Ха. Э-э, простите. Тише, тише, тише. Знаешь, мне кажется, что такой красотки, как ты, подошёл бы такой красавчик, как я. Что насчёт... Нет, прошу, мне это неинтересно. О-от это зря. Взгляни на меня. О-о-о, я супер-крот. А? Да не хмурься ты. Тебе стоит больше улыбаться. Э-э, я пожалуй... Мне кажется, ты... Ты вообще не умеешь общаться с девушкой. Что происходит, Брэндон? Шэрон. Нет, стой. Шэрон. Ты её обидел. Ты её обидел. Подожди-ка. Подожди-ка. Шэрон. Я поверить не могу. Этот напыщенный, самодовольный индюк. И чего он ко мне прицепился-то? Слушай, знаешь, я, наверное, пойду. Не хочу оставаться в такой компании. Прости. А, так, что я могу сказать? Пока! Хорошо, проведи время. Слушай, Шэрон, мне очень жаль, что так произошло. Прости, что пригласил тебя сюда. Слушай, Шэрон, а я могу пойти с тобой? Это всё же я тебя пригласил? Мне как-то неудобно. Ммм, второе или третье? Просто извиниться или же пойти с ней? Давай, давай, пойти. Нет, слушай, давай не сегодня, а? Я бы... Я бы хотела побыть одна. Пока. Пока. Чёрт! Это первый раз, когда я получил минус. Блин. Ну ладно, ладно, это действительно зря, зря. Не надо было предлагать. Да, Брэндон, козлина ты, конечно, тот ещё. Престон, в итоге ты не будешь... Что это? Банки с содовой. А, мне показалось, это краска какая-то. Я знаю то, что Престон у нас этот... Как его? Художник. Это легко проверяете, если зайти в его блог. Я так понимаю то, что пока что он живёт здесь один. Типа, его соседи не заехали. И... Вот оно! О! Коробка с красками художественной академии Луфи. Вау. Такого раньше не было. Следовательно, иногда я могу заходить в его комнату и замечать то, что она тоже меняется. Такая небольшая иммерсивность. Прикольно. Сюда зайти не могу. Здесь тоже нет. О, Карл. Престон куда-то пошли. Так, Карл, видимо, просто уходит. А Престон тоже уходит. Ага, ну то есть вовремя мы в его комнате побывали. Короче, неожиданно то, что сама вечеринка проходит не у бассейна, но я понял то, что оказывается завтра будет какая-то глобальная вечеринка. И что-то мне подсказывает. Заметьте, получается 10-я юбилейная серия. Что-то мне подсказывает, что что-то произойдет. Я могу эту серию описать примерно как Последнее знакомство. Да, потому что, опять же, у меня ощущение, что все, мы познакомились со всеми, с кем надо. Следовательно, пора постепенно развивать глобальную историю. Выносите! И самое главное, не забывайте про ваши лайки и подписки. Я серьезно, не забывайте, пожалуйста, про ваши оценки, потому что это самый огромный буст к мотивации и самое большое и лучшее топливо. Надеюсь, вы не пропустили мимо ушей. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лоложка. И знакомство со всеми, с кем только можно. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.